наш враг наше собственное представление о божественном и о духовной жизни наш враг наше собственное представление о божественном и о духовной жизни ты вот если самых разных людей спросить о том что такое божественное что такое духовная жизнь то получим и разные ответы ну как социологические опроса да проводится ну-ка расскажите что такое духовная жизнь что такое божественная до разный ответ каждый человек несет в себе свои придуманные или заимствованные у кого-либо укоренившиеся в сознании модели божественного и духовной жизни саммит этого не прочувствовали да где-то у кого-то взаимствовали что-то понравилось ну и какие представления об этом имеем где-то из старых рук понятная кольцами не вкусили и не знаем чуть такое хотя думаем что периодически вкушали в слезки там где-то лились глядя на икону там может быть в церкви где-то витальная составляющая где-то заработала до думаем что знаем ну это далеко не так и действительно мы имеем в своем сознании если имеем вообще что-то модели божественного и модели духовной жизни не сами не прожитые нами модели ну придумки понятно наверно так модели и бы невозможно сидя самого рождения материальной тюрьме который мы находимся в эгоистической тюрьме вот представить реально что такое божественные как вы ставите вообще духовную свободу мы не можем то есть у нас таких переживаний не было поэтому у нас есть модельное представление божественного духовная жизнь и до тех пор пока мы не начнем действительно жить истинно духовной жизни мы так и будем в плену этих моделей существовать понятно поэтому надо на вкус все-таки божественной попробовать почувствовать да как-то ощутить осижать обонять вот тогда можно что-то говорить и когда такой человек всерьез начинает заниматься практической духовной работой ну вдруг вот вам сказали да давай . будем молчать давай сохранять эмоциональную ровность давай будем таскать господу сдаваться с потрохами когда он начинает такую деятельность или практическую деятельность да то он напряженно ждет когда же реализуются те модели которые запечатлелись в его память о божественном и духовной жизни понять препятствий у вас были какие представления когда начинать практическую работу у вас вот ну да что то должно быть я же вот знаю что должно быть то и вот эта модель или цель или то что вы хотите увидеть или получить она съедает все то есть никакой духовной реализации у вас нет вы ждете реализации той модели который где-то когда засел у вас голове понятно или не очень и многие так действительно начинаю работу на пути тормозятся они ждут что что-то должно быть они же не знают что но у них где-то там что-то заклинилось заела вот я же там где-то читал вот это я знал вот у меня тоже было какое-то переживание там там 5 секунд на или там пятиминутное не знаю что должно быть вот так наверно а вот как вот этого то нет начинать с проблемы проблемы ожидания реализации той модели представления о божественном который у вас имелось вашим ментальном сознанию то все вот беда умных людей начинающих сознательную духовную реализацию понятно а человек находящийся в ожидании он выпадает из реального времени он впереди там что-то ждет до выпадает из реальности а реальность это божественной божественно это вот здесь сейчас это реальное время это вот здесь вот они в будущем не цель не результата мы все ждем что будет что-то впереди все выпадая из реальности вы естественно топчешь на месте ничего вас не происходит беда непонимание того что божественно это в общем то не может быть в вашем представлении она если на вкус вами не попробовано если вы где-то в какие-то промежутки времени не пребываете в реальности здесь сейчас что вкус божественно вам неизвестен незнакомый вы бесконечно далеки от него от божественного и не живете духовной жизнью хотя выполняете какие-то практики но духовной жизни истинно духовной жизнь речи быть не может а реализация истинной цели духовной жизни который говорил макарий египетский очень внятно говорил и серафим сарожский вторил ему реализации истинной цели духовной жизни это открытие непрестанное стяжание божественной благодати или духа святого божьего без этого ни о каком вкусе божественной жизни речи быть не может ни о какой духовной работе быть мечи не может вы можете слышать механический шум в ушах но этот шум в ушах и остается шумом в ушах до который не выполняет трансформирующую работу ибо вы ожидаете некий результат который засел у вас в вашем сознании занозой большой крупной по цели не должно быть в духовной работе цели быть не должно одно сердечно истребление единственное вот иду туда несмотря ни на что и больше ничего но как только есть модель какое представление есть о божественном уперлись стен какое счастье у меня было когда я не знал что такое божественно не имел о нем никаких представления толка знаю что я должен молчать молчать молча и всего ничего не анализировать молчать и шум был но шум это делал дело не просто шумел а вы начитанные все знаете этапы прочее жаль мне вас начните все сначала вот как я ничего не знаете все забудьте принципе знаете да что есть законы духовной эволюции что есть духовная валюс но надо стяжать силу не имея ни цели только стремление иду вперед во что бы то ни стало больше ничего но сначала начните у как будто ничего не делали все что уже сделано быстро вернется сделанная она уже вернется вот правильно вернется она будет на своих местах нам обязательно включаем обязательно начинаем анализировать обязательно что-то ждем не надо ничего ждать живите просто нормальной жизнью в социуме